This conference will now be recorded. Вопросы связаны с чем бы то ни было, в том числе и с текущей трансляцией, пожалуйста, обращайтесь по номеру 780-47-50, ну и представлена также электронная почта, как говорится, к вашим услугам. Могу ее даже для вас отправить в чат, потому что там будет удобно. Так. Формат мастер-класса, к сожалению, не предусматривают какую-то активную, суперактивную работу с аудиторией, но я в любом случае постараюсь смотреть в чат, и если вдруг какой-то вопрос мне покажется достаточно быстрым для того, чтобы на него ответить, я постараюсь сделать это оперативно. В целом, наверное, все вопросы в конце, лучше все вопросы в конце. В основном обзорный характер, но если вы успеваете делать то, что я покатываю на экране, то, конечно же, делайте, делайте, и это будет даже очень интересно. Итак, чему посвящается мастер-класс? Я собираюсь противопоставлять друг другу два способа работы, и я уверена, что среди вас есть опытные пользователи программы PowerPoint. Плюсик в чат, прошу, если это так. Я сама в центре специалист, работаю... А, вот Марина, спасибо, Юлия. В центре специалист я работаю уже очень давно, более 10 лет, и являюсь куратором направления PowerPoint, автором уровня 1, автором уровня 2, и автором методических материалов, собственно, куратор, наверное, этого направления. И ни в коем случае мне не хочется ругать такую замечательную программу, которая входит в минимальный пакет офис, предоставляет огромное количество графических возможностей. Но я все равно обязана вас предупреждать о том, что не все можно сделать в PowerPoint в плане уникальности, наверное, работы. Вот на что хочется сделать ставку. То есть, если вы меня спросите, можно ли делать качественную инфографику в PowerPoint, я скажу, да, конечно. Да, конечно, я скажу, запросто это можно сделать, но возможности все-таки офисного пакета далеки от идеала в плане точности, удобства в работе. Если вы когда-нибудь жаловались на, не скажем, в PowerPoint, на что можно пожаловаться, на то, что как непонятно работает сетка, что невозможно расставить направляющие, невозможно точно измерить расстояние между объектами, то я скажу, да, 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 да. Но тем не менее, если у вас есть хорошие исходники и у вас есть очень хороший опыт работы в этой программе, то, наверное, достаточно сделать, наверное, ставку на знания этой программы, да и все. Но тем не менее, брендовые работы изготавливаются с помощью профессиональных векторных программ. То есть важно выделить работу, создать неповторимую картинку за стилистикой, с необычными графическими элементами. Ну и вот как раз с использованием эффектов в программе CorelDRAW, которую мы используем на курсе инфографика, я хотела бы показать, как можно отказаться от услуг дизайнеров и создавать что-то свое, что-то свое, что-то уникальное. Так, ну к вашим услугам Романова и Инна Витальевна, это я, преподаватель офисных курсов программы в Центре специалист и также преподаватель графических программ, среди которых и программа Corel и программа Photoshop. Ну а на курсе инфографика мы используем именно программу CorelDRAW. Ну помимо, конечно, офисного пакета, помимо онлайн различных сервисов, Powerpoint и Corel являются двумя основными программными обеспечениями. Учебный центр «Специалист» я здесь хотела бы похвалить, что вполне возможно вы у нас обучались, что вы впервые присутствуете на подобном мастер-классе и уже проходили обучение в нашем центре. Ну, пожалуй, крупнейшие в Восточной Европе, да, пожалуй, очень много направлений мы охватываем и имеем большое количество благодарных слушателей. Ну, пожалуй, все. Я очень увлечена следующим вопросом, поэтому рекламную часть я как-то не проработала. Так, ну и также коротко о том, что мы гарантируем качество, и вообще есть такое понятие, как гарантия качества обучения, если нам что-то не понравилось, то есть пути решения этих вопросов, что мы гарантируем безопасное обучение и гарантируем расписание занятий, что у нас, в общем, все это тщательно продумывается, подстраивается, и можно найти расписание на свой вкус, как тренинги интенсив, так и тренинги такие, как встречу раз в неделю. Такие замечательные формы обучения, как обучение открытое или обучение заочное, которое предусматривает, что вы вообще выбираете свой график обучения. Итак, что будет сегодня? Ну, два основных вопроса. Мы с вами познакомимся с эффектами в программе Coral. Основные эффекты, которые я вам хочу представить из группы инструментов. И второй вопрос. Будет интересно представлен вам вопрос о графической оболочке. То есть это еще один способ индивидуализации с помощью работы с контуром. Применение художественной крибы будем с вами изучать. Ну, а сам этот кусочек буквально мастер-класса описывает то, что происходит на курсе инфографика на уровне первом. Первый модуль данного курса рассматривает именно векторное рисование. Это вот один день. Один день векторное рисование с 10 до 5. Рассматривается работа с программой Coral.Draw и такие основные действия, как логические операции, отрисовка, трассировка. Обращаю ваше внимание, что никакой подготовки на нашем курсе не требуется. Достаточно просто быть уверенным пользователем пакета Office и все для этого. То есть программа рассматривается с нуля. Но, тем не менее, это не первая программа вашей жизни. Но непосредственно работа с эффектами – это уже часть модуля, вернее, часть курса, который планируется выпустить его в сентябре месяце. Это уже будет рисование в три дня. С 10 до 5 будем только заниматься рисованием и ничего кроме. И вот как раз и работа с эффектами там будет представлена. Так что именно на курсе инфографика уровень 1 и исследуемые инструменты представлены не будут. Просто, да, вы будете работать с программой Coral, но не так глубоко. А это уже шажок на уровень 2. Я вас буду рада видеть для начала на первом уровне. 23 августа у нас начинается курс интенсив с 10 до 5. Будет три дня проходить этот курс. И я вас приглашаю в царство инфографики. Я вас провожу. Единственная просьба, чтобы не были потрачены напрасно ваши усилия и ресурсы, временные, финансовые. Убедитесь, пожалуйста, что у вас есть необходимая подготовка, чтобы вы работали с программой Word.Excel, хотя бы на уровне пользователя. И очень неплохо владеете программой PowerPoint, поскольку такие вот технические вопросы, как рисование кружелочка или прямоугольника, или назначение размера вашему объекту, такие вопросы решаются одинаково. И чем больше вы работаете с тем же PowerPoint, тем лучше вы сможете работать уже в профессиональных векторных программах. То есть вот это все, что требуется, сам Coral знать не обязательно. Пожалуйста, на этом этапе я прерву, пожалуй, демонстрацию презентации и уже непосредственно хотела бы запустить программу CorelDRAW. Если вы скачали папочку, которую я вам представила, то она выглядит так у нас. Семинар эффекты. Я открываю файл под названием New Version, новая версия. Если у вас этот файл не открывается, пробуйте открыть старую версию. Так, файл представляется у нас в двух страничках. Страничка 1, страничка 2. Страничка 1, страничка 2. Страничка 1 представляет из себя иконки, ну хотя бы те, которые вы можете скачать на сайте FlatIcon. Такие иконки легко можно найти и в программе Coral, и в программе PowerPoint. Так, в любой из этих программ мы можем с вами их увеличивать, уменьшать. Так вот, за уголочек потянуть. Прежде чем мы что-то делаем с объектом, убедитесь, что у вас активен инструмент выбора. Вот такой вот инструментик. И уже можно начать это делать. Перемещение, увеличение, уменьшение за уголочек, сохранение пропорций. Можно даже дополнительно щетки в центр объекта, заниматься вращением и даже искажением. Ну а отмена действий назад, если что не так, у вас Ctrl Z на клавиатуре или стрелочка влево-влево. Очень похоже происходит все это и в офисных программах. Колесико-мыши можно приближать, отдалять от себя объект. Если запутаетесь с навигацией, рекомендую сочетание клавиш Shift-F4. Это позволит вам отобразить лист во весь экран. Ну и далее снова можно приближаться, отдаляться. Если вам роднее все-таки для этих целей инструмент, который управляет навигацией, приобретитесь, пожалуйста, к инструменту в виде лупы. Он расположен на линейке инструментов. Ну и уже пользоваться данным инструментом. Плюс, 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 минус, минус, минус. Левая клавиша мыши на плюс работает, правая клавиша мыши на минус. Но все-таки колесико мыши и Shift-F4 вас будет выручать. Так, итак, это иконки, которые окрашиваются. Нажать на любую, а также в правой, простите, части экрана располагается цветовая полоска. Иконки можно красить обычной левой клавишей мыши. Ну, так вот, например. Так. А уже на страничке 2, внизу у нас находится разлистовка. Ну, я предпочитаю все-таки создавать отдельные пространства, что-то вроде полигонов, на которых мы проводим тренировку. Мы с вами будем тренироваться именно на страничке 2. Именно на страничке 2. Настройте себе, пожалуйста, рабочую область. Вот так, чтобы мы с вами на нее посмотрели. Итак, сегодня замкнутую инфографику мы с вами не создаем. Я продумываю целый цикл подобных уроков, которые будут постепенно знакомить нас с какими-то уже полноценными работами. Сегодня мы с вами только проводим обзор эффектов. Мы постепенно с ними знакомимся. И вот такая вот задача у нас все хорошенько пощупать. Вот. Первый объект, который здесь у нас находится, лампочка. То есть, собственно, вот она. Вы можете сменить ее цвет, если не нравится цвет марджента, на любой другой, как мы с вами уже поступали. Я прошу вас создать копию объекта. Копия объекта создается у нас как вариант сочетания клавиш Ctrl-D на клавиатуре, английская клавиша D, Ctrl-D. Хотя, если вам более привычно использовать вот такие вот кнопочки, как кнопочки копировать, вставить, эти кнопки также присутствуют на панели стандартной. Панели Corel. Только не забудьте как нажать на копировать, так и нажать на вставить. И вставка создается место вместо. То есть, под этим копию нужно еще и отодвигать. Отодвигать. И вот таким образом я прошу вас создать несколько копий. Давайте так, общим количеством. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, пусть будет семь. Пусть будет семь. Вот так. Семь копий у нас с вами созданы. То есть, сейчас перед вами стандартная иконка, которая подходит под определение Solid Fill. Да, это один из базовых вариантов дизайна. И больше здесь как бы ничего другого и не предусматривается. Иконочка Solid Fill, залитая полностью. Один из, наверное, популярных в настоящее время направлений дизайна. Соответствует Flat дизайн, плоский дизайн. И контурного типа иконку мы с вами тоже можем получить, если будем применять такое понятие, как контур. В качестве контура мы можем с вами использовать эффект контура, ну, или, собственно, свойство самой фигуры контуры. Для того, чтобы назначить совершенно другой, иной стиль иконки, мы можем с вами сделать следующее. Нажмите, пожалуйста, на вторую иконку. И это просто один из вариантов того, как можно это сделать. Я вас попрошу посмотреть в правый нижний угол вашей программы, там, где вы найдете значок перьевой ручки. То есть вот так вот он выглядит. Ну и, соответственно, нажмите на него дважды, на значок перьевой ручки, чтобы перед вами возникло управление контуром. Цвет можно задать в специальном поле, выбрав какой-нибудь диапазон цвета по вкусу. И ширину пункта, я не очень хорошо в пунктах соображаю, я все-таки выберу лучше миллиметры. Пусть будет 0,5 миллиметров, допустим, и нажимаю на ОК. Вот так. Есть. Контур появился. А для того, чтобы убрать заливку внутри, вы можете сделать двойной щелчок, также по значку заливки. Двойной щелчок по значку... Простите, не слушается управление. Вот оно у нас, заливочка. Объект должен при этом быть активен. И выбрать команду по отсутствию заливки. Команда будет располагаться в верхней части окна. То есть вот крестик перечеркнут. Два инструмента по управлению заливкой и контуром. Это значок заливки и значок контура. Ну и в данном случае мы с вами от заливки отказываемся. Контур цветовой назначаем. Ну и получаем с вами вот такой объект. Кстати, рекомендуемая одна операция к тому, чтобы затем у вас уже в экспортном варианте файла все опознавалось правильно. Контур – это все-таки свойство фигуры, но не и сама фигура. Все-таки преобразовать контур в объект. Ну это именно для экспортных вариантов. Например, если вам затем эту иконку копировать в PowerPoint, чтобы там можно было спокойно менять цвет данного объекта. Для этого используется команда «Главный меню объект» и далее «Преобразовать абрис в объект». «Преобразовать абрис в объект». Так, нажали, ну и операция выполнена. То есть теперь мы можем с вами менять цвет этой иконки самым обыкновенным образом, уже не залазя никуда в контурные операции какие-то. Обычные левые клавиши мыши выбирать цвет для данной иконки. Как вы видите, все хорошо. Перед вами два основных антагониста, наверное, в мире иконок. Это Solid Feel и Outline. Да, это залитая иконка полностью, и это Outline контурная иконка. А вот уже остальные способы, все, что мы с вами будем делать, это то, что уже в PowerPoint, пожалуй, или очень сложно повторить, или будет повторить невозможно. Я собираюсь потихонечку проходиться по эффектам. Ну и порядок действий такой. Мы нажимаем с вами на иконку, уже на следующую. И обращаемся с вами к эффектам, которые располагаются на панели инструментов. В старой версии программы инструмента прозрачность все еще был включен внутрь в виде рюмочки. В новой версии программы его уже поставили снаружи. Такой вот инструмент выглядит, как шахматная доска. Да, это так выглядит прозрачность. Прозрачность, по-моему, в двух или в трех последних версиях программы CorelDRAW. Именно инструмент прозрачность я собираюсь сейчас нажать, для того, чтобы показать, что такое прозрачность. Выбираю прозрачность. И на панели свойств, такая панелечка настройки у вас сразу будет активен, у вас есть ряд значков, которые показывают различные варианты прозрачности. Первый значок, нет прозрачности. Нажимаю на второй значок, однородная прозрачность. Так. Ну, сделать объект полупрозрачным можно и спокойно в Powerpoint, вызвав формат фигуры, ползунок прозрачности там применяется. Фонтанная прозрачность, она же градиентная. Следующий значок. И здесь вы уже как раз-таки можете поиграться, можете переставлять эту точку, и можете как угодно вот здесь вот переставлять значок прозрачности туда-сюда. Но при некоторой сноровке, я соглашусь, можно сделать это и в программе Powerpoint. Да, что и там также настраивается градиентная прозрачность. На этом множество интересных решений основано, которые я сама и преподаю на курсе дизайн-презентации. Ну, а вот такой вид прозрачности, как прозрачность полноцветного узора, причем виды узоров здесь предоставляются всякие разные, какой вы видите, да, интересный, ну, или другой вид узора, такой текстурный, с множеством очень интересных еще и способов наложения. Там еще один вид узора, то есть, ну, какой-нибудь вот такой вот какой-нибудь я возьму с листочком. Надо только уменьшить сам размер, сам размер уменьшить, чтобы какой-то здоровущий у меня получился. Сделать его меньше, 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 меньше. То есть, это не белые кусочки, это фактически прозрачности, прозрачные штуки. То есть, вот таких вещей мы с вами в PowerPoint точно не сделаем. Давайте сделаем еще и еще меньше. То есть, подобная специфическая прозрачность, и причем, когда вы закончите играться этим инструментом, если заново вернуться к управлению, то заново нажать на команду прозрачность, на инструмент прозрачности, ну, и заново можно это все делать. Более точная настройка, конечно, всего этого возможно, но сейчас я думаю, что не успею все показать, все, что хочу. Вот такие вот вещи. Причем это не белая заливка, это именно прозрачность. Я вот специально сейчас хотела бы на заднем плане создать какой-нибудь объект, так, покрасить его, не знаю, в серый цвет. Порядок на задний план. Чтобы вы видели, что, да, это прозрачность, это прозрачность. Это не белая заливка, а именно пустые места. Ну, и так это в итоге у нас выглядит. Да. То есть, вот такие вот вещи можно сделать именно в профессиональном векторном приложении. Так, идем далее, идем далее. Еще один довольно популярный эффект, это эффект тени, который часто используют в работах. Так, это эффект, который мы с вами уже найдем в другой коллекции. То есть прозрачность, она отщепилась от остальной коллекции. Вот ее вот как-то перенесли, не знаю, в чем была большая необходимость. В старых версиях программы она находилась в основном модуле. Так, эффект тени. Эффект тени. Тени. Падающая тень, она же Drawf Shadow. От вашего объекта, прям нажмите на объект, сделайте небольшое движение рукой, как бы прочертите вектор, получите тень. У нее огромное количество характеристик, которые регулируют ее жесткость, а также ее видимость, также ее эффект наложения. Но особенно подкупает то, чего не сделаешь в офисном редакторе, это то, что нужно тень переставлять. Не только вот такую вот, да, черным квадратиком можете управлять, направлять в курсор и менять тем самым дистанцию, менять насыщенность с помощью ползуночка. Нет, вы можете также менять точку, от которой тень падает. Не от центра, скажем, а от верхнего или от нижнего края. Вот схватим с вами центральный квадратик белого цвета, попробуем переставить на нижнюю часть. Вот так. То есть черный квадратик регулирует, куда тень падает, а белый квадратик регулирует, от какой точки вообще начинается падение. То есть вот такую вещь уже в PowerPoint мы с вами сотворить не сможем, да, то есть менять вот именно точку. Следующий эффект давайте посмотрим. Так, нажимаем с вами на следующий объект, только не забудьте каждый раз выбирать инструмент выбора для нажатия на объект, поскольку инструмент у вас предыдущий, если активен, то там все еще тень заложена, да. Итак, ну, что бы такое показать? Контур. Контур. Ну, на буквах вообще-то это особенно привлекательно выглядит. Сейчас, пожалуй, будет не очень интересно. Но все-таки возьму. Контур. Хотя бы продемонстрирую, что это такое. Контур. Этот эффект позволяет вам настроить контур, который будет наслаиваться снаружи от объекта, или контур, который будет появляться внутри объекта. Насчет наружного контура. Ну, зачастую это ограничено размером самой фигуры. Давайте, пожалуй, с внутреннего контура начнем. Итак, на панели инструментов мы сделали с вами выбор в пользу инструмента контура. Стала активна тем самым панель свойств наверху. И вот эта вторая кнопочка определяет, какой вид контура нам с вами потребуется. То есть это внутренний, рядышком контур внешний. Внутренний контур и внешний контур. Ну, допустим, внешний. Ладно, чертся. Пусть будет внешний контур. Внешний контур. Количество ступеней. Раз, два. Мы можем с вами увеличивать. Ну, пусть будет три. Три ступеньки. А вот величину, ширину каждой ступеньки мы можем с вами регулировать. Я ее здесь делаю небольшой. Ну, пусть будет 0,5. 0,5. Вот так. 0,5. Так. Цвет абриса назначать не будем, потому что у нас на самой фигурке абрис отсутствует. А вот цвет самой заливки можем с вами регулировать. Тот цвет, который вы в результате будете выбирать, ну, и будет назначаться в качестве цвета для вот этой самой контурной фигурки. Создаем свое родное перетекание. Оригинальная фигурка располагается на переднем плане. На заднем плане располагается фигурка, которая идет, ну, которая больше, которая больше, разумеется, больше именно на то количество шагов и на ту ширину шага, которую вы задали. И между ними устанавливается перетекание цветовое. Конечно же, при некоторой сноровке сделать подобное в PowerPoint можно, но это будет занимать гораздо большее количество времени и мучения. Далее. Далее. Следующая. Следующая фигурка. Следующую фигурку инструменты выбора. Выбора. Активирую. Ну и перетекание пока показывать не буду. Уж больно специфическая штука. Давайте рассмотрим, что такое искажение. Искажение. Так. Есть несколько вариантов искажения. Они могут довести внешний вид вашего объекта, ну, скажем, от стандартного какого-то овала до цветочка по виду хризантель. Поэтому я бы сейчас не стала бы пробовать их все. Ну, пожалуй, вот такую вот вариацию возьму, как наименее опасную. И задам небольшие характеристики, небольшие характеристики по амплитуде и по, это у нас второе поле, по чистоте застежки. Ну, давайте такие вот так, чтобы было ребристо 4 и 4 и 4. Ну-ка, может быть, еще получится что-нибудь такое вот сделать. Давайте 7, 7, 7, 7. Ну, у меня такая забавность получилась сейчас. Лампочка, правда, практически не угадывается. Давайте все-таки сглаживание сделаю. Так. Амплитуду 6, ну и частоту тоже 6. Такое значительное преобразование должно произойти. Ну, полностью, конечно, показывать не буду, только доведу как бы основной момент, что это искажение. Контура вашего объекта по заданным характеристикам. Ну, и последний объект. И давайте покажу, что такое у нас оболочка. Оболочка – это эффект, который создает давление со всех сторон. Ну, и здесь я не буду применять никаких особенных характеристик. Здесь поработаю немножко руками. Буду перемещать одну точку, буду перемещать вторую точку. Ну, и, как вы видите, объект становится, ну, становится несколько искривленным. Как раз-таки такой эффект применяется для ситуации, когда вы, наверное, видели, когда там написано что-то вроде там «дары моря» и сама фраза в виде «рыбы». Правда, всегда очень болезненным вопросом остается вопрос читабельности. Так, мне не хватило, уважаемые слушатели, я хотела бы скопировать Ctrl-D изначальную фигурку и показать последний эффект, последний эффект под названием «экструзия». Я боюсь, я все-таки воспользовалась старой терминологией. Называется «вытянуть данный эффект». Выбираю эффект и создаю небольшой вектор, как при работе с инструментом «тень» от объекта немного вдаль. Вот я всегда перспективу создаю вправо, точка схода, такой черный крестик, его можно слегка перемещать. Пока не очень понятно, что произошло из-за отсутствия контура, да, это непонятно, но позвольте, мы немножко поработаем с цветом, уважаемые слушатели. Панель параметров, панель свойств для данного эффекта выглядит немножко сложно, да, выглядит. Вы можете увеличивать глубину, вы можете выбирать различный тип вытягивания с изменением перспективы, с ее направлением, есть такие заготовочки. Ну и есть такой вот небольшой, небольшой квадратик, это кнопочка, которая управляет цветом вытягивания. Вот здесь как минимум вы можете выбрать тень, использовать добавление теней, можете просто выбрать другой цвет, ну скажем, такой более темный. Ну и эффект объема, такого эффекта наращивания готов. Но это самое-самое общее, что я хотела рассказать по данному эффекту, он довольно сложный, позволяет создавать композиции, буквально с нуля, там из каких-то прямоугольников вырастают здания, и затем из этого можно сделать и небоскребы, и аквариум, все что угодно. Эффекты можно копировать с одного объекта на другой объект. К сожалению, такая замечательная кнопочка, как формат по образцу, есть подобная кнопка и аналог ее в программе Corel, но она, к сожалению, не переносит эффекты, эффекты надо переносить индивидуально, это вот как бы минус, я готова его признать. Ну и все-таки хотелось бы вам показать, как скопировать эффекты с одного объекта на другой объект. Я собираюсь сейчас создать дубликаты еще одной иконки, предлагаю вам присоединиться к моему решению. Так, что касается первой вот этой визуализации, это был не эффект, но я покажу, как я это сделала. Это было изменение свойств вашего объекта, а затем преобразование объекта. Поэтому скопировать комплексно невозможно. Могу просто продемонстрировать еще раз, как это было сделано. Итак, первое действие – это обращение к значку контура. Контур и заливка составляют у нас объект. Двойной щелчок по значку контура. Выбираю любой цвет, но его можно потом заменить. Сейчас не важно. И ширина 0,2 мм. Окей. Что касается заливки, двойной щелчок по значку заливки. Заливка мне не нужна. Окей. Ну что-то тонковатый контур. Пожалуй, выберу контур побольше. Три. Ой-ой-ой-ой. Хотела сделать. Ну пусть будет 0,5. Окей. Если бы я оставила бы объект в таком состоянии, мы могли бы, конечно же, его свойства клонировать. Но вот когда довожу объект уже до окончательного состояния, командой объект преобразовать абрис в объект, то есть это уже все. Это уже не передашь эту процедуру. Это процедура частная. То есть просто хотелось повторить. Ну а теперь, уважаемые слушатели, я покажу, как происходит перенос эффектов с одного объекта на другой объект. Я нажимаю на вторую фонку. И собираюсь копировать прозрачность отсюда сюда. Отсюда сюда. Как я это делаю? Сначала нажимаю первое действие. Эффект. Прозрачность. Затем, это было первое действие, да, нажать на эффект. Вот так. Второе действие – искать на панели свойств кнопочку, которая называется копировать эффект. Копировать прозрачность. А затем вы подводите черную стрелку на тот объект, которому прозрачность уже применена. И готово. Челчок требуется. Ну и попробую сейчас эту картинку вытянуть немножко. Да, все, прозрачно скопировалось. Ну и для того, чтобы просто была у нас демонстрация, давайте еще раз и еще раз покажу, как я сделала это. Так. Нажать на объект, которому нужно применить эффект. Такой же, как предыдущий. Вот эффект тень собираюсь. Выбрать эффект тень. Нажать на кнопочку, специфическая кнопочка, скопировать свойства тени. Тут нужно просто запомнить ее внешний вид. А затем нажать на саму тень. Старайтесь попадать в таких вот случаях, когда сам объект от эффекта слегка отделяется. Да, вот не на сам объект, а на эффект. На видимую часть эффекта нажимать, тогда действие произойдет без ошибок. Ну и еще раз, и еще раз, и еще раз. Следующий объект. Нажать на эффект при выделенном объекте. Это был у нас эффект контур. Нажать на кнопочку, скопировать свойства контура. И затем нажать на объект. Готово. Ну, мне прям даже немножко интересно, как у меня скопируются искажения. Отлично скопировалось искажение. Оболочка. Оболочка не часто копируется. Удачно ее всегда требуется немножко дорабатывать. Ну, да, вот здесь вот я не согласна, что она так уж очень сильно помяла мне подарок. Ну, так что, да, к этому нужно быть готовым, что коррекция для оболочки, да, бывает нужна. И последний – это вытянуть эффект. А вот-вот я не попала. Давайте еще раз упаду. Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Здесь нужно по видимой части, именно по видимой части эффекта. Если вдруг выдается сообщение, что вы куда-то не туда попали, попробуйте попасть не по самой фигуре мыши, лампочки, да, а вот именно по той части, которая у нас вытянется. Итак, была обычная скучная иконка. Но вы можете добиться совсем другого внешнего вида за счет того, что применяете эффекты и уважаемых, что это только базовый разбор. Вот, я также хотела бы показать, что на текст такую же процедуру можно назначить тоже. И для текста вы можете сделать то же самое. Нажать на текст, ну, айконс здесь, соответственно, нажать на «вытянуть», скопировать эффект. Вуаля, да. Можно сразу несколько, да, скопировали эффект вытягивания, скопируйте эффект также контура, например. Будет забавно, как минимум. Так, так, так. Ну, а так нужно сделать. Ну, мне, честно говоря, не очень понравилось. Без него, без него как-то больше нравится. То есть, ну, вот что можно сделать с эффектами, да. То есть у вас, если вот поставить рядышком, раз, два и три, раз, два и три, вот, пожалуйста, замкнутый дизайн, замкнутый графический дизайн в рамках одной работы. Ну, и выглядит, конечно, это очень-очень классно. Так. Так, хотела бы показать еще один вариант, уважаемые слушатели. Напишите, пожалуйста, любой текст в Короле. Написать можно с помощью инструмента «Текст». «Инструмент текст». Или, или, или давайте ничего не будем писать, заодно покажу, как у нас можно продублировать, как можно удалить эффект, да. Вот это мне показывает. Нажимаю на «Текст», «Контрол-Д», дубликат, а мне здесь даже не потребовалось удалять. Не потребовалось. Но если вдруг хотите избавиться от эффекта, для этого активации происходят объекты, и команда «Удалить», «Удалить вытягивание». То есть от любого эффекта можно в итоге избавиться. Так. Итак. Есть у меня текст. Пожалуй, еще иконочка мне потребуется. Иконку тоже возьмем. Так. Текст преобразуем в криволинейный объект. Потому что операцию, которую мы с вами будем выполнять, она не применяется, по идее, к редактируемым текстовым объектам. Ну, специфическая. Лампочка у нас уже является криволинейным объектом, а текст нет. Поэтому, нажав на текст, выполняем команду «Объект» и «Преобразовать абрис в объект». Сейчас я покажу вам небольшую вторую часть. Действительно, такая небольшая часть заявленного нашего вопроса. Это часть по применению художественной оболочки. Как раз-таки, кстати, я демонстрирую это даже на первом уровне курса инфографика. Так. Мы заходим в меню «Эффекты». В меню «Эффекты» находим с вами строчку «Атистик эффект» с художественными оформлениями. Нажимаем. И ждем, когда появится область справа. Это область в Короле называют докер-окнами. Ну, или просто окнами. Ну, а затем попробуйте, пожалуйста, нажимать на различные... Кто это такой, что это такое? Пожалуйста, если у кого-то включен микрофон, пожалуйста, отключаем. Я сама отключу. Так. Мы сейчас будем применять к тексту, я еще раз его выделю, к тексту различного варианта мазки. Анастасия, хороший вопрос. Айконс, по идее, это слово, да, оно редактируется. Если вы будете... Ну, напечатайте. В принципе, можно напечатать любое слово. Хотите, вот, включите инструмент текст. И щелкните где-нибудь, напечатайте. Хотите, хотите по-русски, хотите по-английски. Иконки, например, вот так. Просто оно у нас уже было напечатано, и, по идее, должно находиться у вас в редактируемом состоянии. У нас было одно слово «Icons», но я его продублировала. Нажала на это напечатанное слово «Ctrl-D» на клавиатуре. По идее, оно у вас уже должно было быть на вот второй страничке этого файла. То есть это простой текст. Это текст, но его важно сейчас преобразовать в объект. Для того, чтобы у нас с вами прошла операция по назначению мазка, вот, обязательно нажмите на слово «Первое действие», «Второе действие», «Камаг», «Объект» и «Преобразовать в кривую». То есть нам нужно его на этом этапе сделать все-таки нередактируемым. Поскольку специфическую команду, хочу показать, она особенная, она после этого уже нельзя будет редактировать, в этом минус. Но если команда понравится, оно того стоит. То есть нажав на команду «Объект» и «Преобразовать в кривую», вы как раз, Анастасия, делаете его картинкой. Вы делаете его картинкой. Итак, нажимаю на текст, а затем команда «Эффекты», «Художественное оформление» дала нам коллекцию мазков, начинаем нажимать на мазки. То есть текст у нас с вами в состоянии кривой выделен, нажимаю на мазочки. Получается очень-очень страшная картина, но не торопитесь, не торопитесь. Если с первого раза не сработало, попробуйте еще раз. Первое действие – инструмент выбора, нажать на «Объект». Второе действие – выбрать мазок. Вы должны получить что-то жуткое, но уменьшите просто толщину мазка. Толщина мазка уменьшается у вас в верхней части, вот там, где 10 мм написано, сделайте 2 мм. Если вдруг программа ругается, говорит, что невозможно применить что-то, то все дело в том, что мы забыли вот эту важную операцию «Объект преобразовать в кривую». Это очень важно, потому что для текста, редактированного текста, эта операция, к сожалению, невозможна ни в одной версии. Сам цвет мазка вы тоже можете легко сменить, сделать его любым другим. Все это красится у нас замечательно. Ну и мазок большой, маленький, все это, конечно, регулируйте. Мазки здесь в большом количестве встречаются, да, есть такие вот забавные штуки, например. Ну, конечно, в тексте прежде всего важна читабельность, поэтому я бы все-таки не увлекалась. Ну, как вам, вот такой вот вариант, например, да, искажения, такой вариант искажения. Много-много интересных вещей, много интересных мазочков вы можете здесь найти. И вот здесь единственная проблема, проблема выбора, очень тяжело восстановиться. Есть даже, помимо таких вот основных кляксовых вариантов, есть также варианты еще и аж такие художественные варианты, но этим спреем я вас сегодня пользоваться учить уже не буду, поэтому прошу придерживаться, наверное, основных таких кляксовых видов. Да, хотя спрей, да, штука, согласно, интересная. Ну, остановлюсь, пожалуй, на таком варианте. То есть еще одна индивидуализация вашей работы. Такое можно сделать с обычной иконкой. Только здесь надо тщательно контролировать размер мазка, потому что здесь все зависит от толщины исходных линий и от толщины самого мазка, соответственно. И еще один, получается, замкнутый дизайн перед вами. С помощью эффектов и с помощью работы с оболочкой, с помощью работы с мазком. Таких иконок, конечно же, вы в Короле запросто делаете. Одним-двумя движениями руки. И в программе PowerPoint такое создать совершенно невозможно. Если коротко, такое сделать невозможно. Что-то, конечно, делается. Например, эффект объема. Я вам признавалась, что, например, создавать вот такую вот аутлайн-иконку можно. Что есть манипуляции с прозрачностью, с тенью. Но именно то, что мы с вами разобрали, преобразование контура и передача свойств от одного объекта к другому объекту, это уже нет. И все это позволяет вам делать уникальный замкнутый дизайн. Уважаемые слушатели. Если вы захотите перенести это в программу PowerPoint, то созданные вами объекты по одному надо уже экспортировать. Командой файл экспорт. Есть такая экспортная операция. Файл экспорт и создавать иконку, переносить только выбранную. Такую галочку нужно обязательно ставить. Ну и также тип файла назначать тот, который 100% ваша программа разберет. Такая как PNG, Portable Network Graphics. Такое, простите, расширение, как PNG. Или если у вас достаточно новая версия программы PowerPoint, то SVG тоже очень неплохой формат. Но PNG это такой универсал. Универсал. Можете экспортировать. Все, оставляйте стандартно. Ну и в программе PowerPoint вы получаете объект с нужным цветом, с нужными эффектами. Который будет вести себя так, как вы это настроили в программе Core. Выглядит так, как вы настроили. Ну что же, уважаемые слушатели, вот то, о чем я хотела рассказать. Я хотела бы дать вам погружение в эту тему, поскольку в пределах заявленных буквально 30-40 минут из этого цикла я успела вас только познакомить, но затем уже хотелось бы показывать уже какие-то более глубокие работы. Если будет интересно, напишите мне в чат, я составлю урок на определенную тему. Вот мы такие вот стали практиковать способы собирать обратную связь учеников уже по вашим желаниям, уже по вашим заявкам. Если выбирать какой-то эффект для разбора и составлять на его основании замкнутую работу, хотелось бы от вас реакции. Итак, уважаемые слушатели, замыкающая часть презентации. Приходите к нам учиться. Обучение очное, живая форма. Буду вас всех ждать на очном обучении, которое у нас состоится. Состоится оно 23 августа в курсе инфографика. Очная форма обучения с присутствующим преподавателем или вебинар. Также создается эффект присутствия, но будьте внимательны, по курсу инфографика используется довольно необычное. Программное обеспечение, промимо программы CorelZo и офисного пакета, используется также программа Visio, VisioPro. Если у вас нет возможности установки таких необычных программ, пожалуйста, звоните нам. Мы предоставим вам удаленное подключение. Но обязательно протестируйте, чтобы ваш, если вы занимаетесь, скажем, на работе, чтобы ваш сервер пропускал удаленку. Потому что случаи такие уже бывали. Приходите к нам, приходите к нам или занимайтесь по вебинару. Также есть форма обучения очно-замочная и открытая. Когда вы просматриваете уже готовую запись и просто сдаете зачет, основные работы преподавателю, можете задавать любые вопросы. Преподаватель постоянно в течение обучения находится на связи. Ну и рада была с вами сегодня заниматься на нашем мастер-классе. Всем большое спасибо, уважаемые слушатели. Спасибо. И на этом этапе записи вебинара останавливается. Спасибо.